Привет, друзья! С вами Рустам и Оксана. Сегодня приготовим вкусные голубцы из пекинской капусты. Для этого нам нужна, естественно, сама пекинская капуста. Фарш у нас куриный, лук пару головок среднего размера. Две морковки, кетчуп, сметанка, перчик по вкусу, соль, масло растительное и здесь у нас как наполнитель будет бульгур. Его мы предварительно отварили. Очень вкусная штука, кстати. Давайте готовитесь. Разделяем пекинскую капусту на запчасти. Помыть каждый в отдельности. Листочек. После этого складываем их на тарелку и отправляем в микроволновку на минуту три, включая ее на максимум. Второй вариант можно скипятить большую кастрюлю воды и подержать ее в кипятке минут пять. Либо поварить минуты три, для того чтобы они как бы потеряли форму, стали плоскими. А сейчас мы отправим в микроволновку, вот сколько поместится, отправим в микроволновку при максимуме на три минуты. Получаются вот такие вот мягенькие. Если у вас не удовлетворила мягкость, прибавьте еще минутку. Ничего страшного. Пока готовится вторая часть в микроволновке, нарежем лук. Лук можете резать как хотите. Мы делим головку лука на четыре части и нарезаем. Морковку натираем на крупной терке. Перемещаемся к плите. На разогретую сковородку наливаем растительное масло. Добавляем лук. Немного его обжариваем. Как только приобретет золотистый цвет лук, добавляем морковь. Перемешиваем хорошо и обжариваем. Обжариваем в течение трех-четырех минут, регулярно перемешивая. Отделяем третью часть и убираем ее в отдельную тарелочку. В оставшуюся часть добавляем стакан водички. Пока перчим, солим по вкусу. Добавляем две столовые ложки кетт. Ну, вот у нас кетчуп. Вообще, это томатная паста должна быть. Просто у нас нет томатной пасты, поэтому мы кладем кетчуп. Еще мы добавили сюда три столовые ложки сметаны. Но это по желанию. Но со сметаной все-таки вкуснее. Тушим примерно в течение четырех-пяти минут. Либо можно отключить, и пусть оно стоит и остывает прямо вместе с плитой. Теперь подготовим фарш. Выкладываем в посуду, в которой удобно будет все это перемешивать. В фарш добавляем булгур. Значит, мы отварили стакан. То есть получилось многовато. Мы добавим то, что получилось от полстакана. Булгур у нас идет как заменитель риса. После этого добавляем обжаренный лук с морковью. Не забываем тоже посолить и поперчить по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Да, и фарш может быть абсолютно любым, не обязательно куриный. Готовим голубцы. Значит, выкладываем лист в него фарш. Именно вот таким образом, чтобы хвостик оказался в конце. Вот. И кладем мы его как раз швом вниз. Повторяем всю процедуру с остальными. Выкладываем в кастрюлю аккуратно, в которую будем варить. Вот. Кстати, их можно аккуратно выложить на противень и запечь в духовке. Тоже очень вкусно по-своему. Немножечко меняется вкус на любителя. Кто-то так любит, кто-то так любит. Можно и так, и так приготовить. И как бы нюанс, что в духовке готовится дольше. Там около часа. Таким вот образом уложили. Выкладываем сверху то, что мы приготовили с луком, с морковкой, со сметаной, с кетчупом. Коротко говоря, овощи. Нужно будет долить немного воды. Здесь есть вода. Добавляем кипяченой водички. Открываем крышкой. Ставим на огонь. На максимальный. Как только закипит, убавляем до среднего положения. И оставляем на 30-40 минут. Готовьте. Всем приятного аппетита и до следующих рецептов. Пока.